На самом деле абсолютная шизофрения, сумасшедший дом, люди хотят жить на Западе, зарабатывать деньги на Западе, покупать все западное, а Запад для них очень плохой. Почему-то очень плохой, вот потому что там геи какие-то, да, ну вот несмотря на то, что в любом государстве, в любое время, во все времена 10% примерно населения Земли имело нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это признано всеми сексологами, всеми учеными, всеми историками, вот, но Путин, значит, вот решил теперь, когда ему мало было Запада, теперь он, значит, пытается сплотить, значит, российский совок, который живет в дерьме, значит, на борьбу с геями и трансгендерами. Кстати, Сергей, это очень забавная история, потому что вот эти преследования теперешние, да, людей нетрадиционной сексуальной ориентации вызвало такой бум в Инстаграме. Я наблюдала за некоторыми людьми, которые теперь демонстрируют договора буквально в эфире, говорят, что все, что мы раньше там говорили, это был такой договор, чтобы, значит, привлекать к себе внимание. Мы не такие. И это очень, конечно, смешно, что люди, вместо того, чтобы протестовать против этого безумного решения, они решили, значит, сказать, что это все не про нас, чтобы в дверь не постучали, их не арестовали и, значит, не светило им никакого криминального и криминальной ответственности. Это ужасно, что люди снова поставлены в эту унизительную позицию. Ну, система так у них работает. Но Путину на это наплевать. И вот все, что вы сейчас о нем говорите, это, опять же, попытка понять и попытка логически сказать, а это им невыгодно. Да ему все невыгодно, все, что он делает за последние два года. И тем не менее он это делает. И поэтому я считаю, что он может вполне нажать на любую кнопку. К тому же у него еще есть детский комплекс. Неполноценности маленького пацана-сопляка, значит, который стоял на шухере в Ленинградской подворотне, он же не был даже, вот иногда на Западе говорят, ну, он-то был таким бандитом. Какой бандит? Он шестерка был. Маленький шестерка, которого там били, насиловали, заставляли заниматься оральным сексом со старшими подростками и так далее. Вот почему Путин избрал меньшинство преследователей ЛГБТ? Потому что это не срезонирует, абсолютно не срезонирует. Никого это не волнует. Это 10% населения из тех, кто согласны с этим, которые признают. А из этих 10% населения еще половина скрывают то, что они геи, или даже две трети. Просто они не хотят, на самом деле, не ходить, никакие демонстрации. Я, кстати, тоже этого не очень понимаю, потому что зачем надо ходить и доказывать, что ты неверблюд. Ты себя чувствуешь неверблюдом, но чувствуешь себя неверблюдом. Зачем кого-то еще агитировать, что ты неверблюд. Вот и все. То есть на Западе, даже у нас, в свободном обществе, вот. И самое главное другое, что Путин избрал, вот он почувствовал, что просто катить бочку на Запад, который на самом деле все люди на чувственном уровне, все прекрасно понимают. Запад плохой, но почему-то все хотят западную одежду. Запад плохой, но все почему-то хотят западные автомобили. Запад плохой, но все почему-то хотят западные телефоны. Все хотят западные компьютеры. Все хотят ездить во Францию, в Швейцарию, там, я не знаю, там, в Великобританию, в Испанию на отдых. Да? Но Запад плохой. И вот он понимает, что у какого-то населения это не резонирует. И тогда нужно сейчас найти слабую группу, которая срезонирует. И вот гей-сообщество – это вот то, что резонирует в российском обществе. Потому что все хотят кого-то преследовать, и вот это легко преследовать, да, потому что это геи какие-то, нехорошие люди. То, что сам Путин гей, у них не складывается в голове, у них есть когнитивный диссонанс. Вот когда, если вы мне скажете, почитайте книжку про Путина, и почему он 10 лет не женат после развода с Людмилой. Вот рассказывайте про Кабаева. Где Кабаева? Где фотографии с Кабаевой? Где фотографии Путина с детьми? А вот когда Путин выходит на публику, он щупает мальчиков постоянно, целыми днями, перед вашими кинокамерами. А вы это не видите, что он щупает мальчиков. Вот, и прогуглите Путина мальчиков. Вот постоянно он с мальчиками где-то там. Девочки его, кстати, так не интересуют. И в книжках своих он рассказал, что с Ралдугином он спал. Значит, у них там гей, у него гей-роман. С Медведевым, когда он 4-3 года ходил, мы с Тамарой ходим пары, с Анистаром и с Тамарой. Путинский тандем с Медведевым – это абсолютно гей-тандем. Вот они оба ходили геи. Да, они женаты, у каждого была жена. Но на самом деле ходили просто два гея. Вот, и оно, россияне, у них это не складывается в их головах. Вот, и они будут бороться с какими-то абстрактными геями на Западе. Хотя у них там Володин гей, Жириновский гей, Путин гей. Я не знаю, если вы возьмете всех певцов, шаман, да, шаман, который поет «Я русский». Он же гей, на него просто посмотрите. Значит, такой немецкий, абсолютно нацистский мальчик белобрысый гей. И у них не срастается это все дело. Но им теперь бросили кость, значит, надо преследовать сообщество. Так, допустим. А зачем тогда преследовать себе подобное? Чтобы что? Чтобы отвести от себя подозрения? Во-первых, чтобы отвести от себя подозрения. Да, чаще всего, кстати, гомофобы, публичные гомофобы, активные, чаще всего это скрытые геи. Либо сами, которые просто понимают, что они геи и отводят от себя. Либо которые не понимают даже, что они геи. Потому что такое тоже есть. Люди не понимают, что, ну, когда общество это не воспринимает, там, в советском обществе, люди женятся, даже рождают детей. А вот если убрать скрепы, так сказать, то есть убрать давление общества, то только они понимают, что их всю жизнь влекло к совсем другому. Вот Путин, Путин, атипичный представитель такой, да, потому что он на самом деле гей. И если вы почитаете его автобиографию, то автобиографию, то есть то, что он сам про себя рассказал, и все, что рассказала про него, своего жена, и что рассказали про его и его друзья, то вы поймете, что он автобиогей, он всегда это хотел. Но он это от себя даже скрывал. И Медведев такой же, и, там, я не знаю, там, Володин такой же. Вот Жириновский, кстати, ничего не скрывал. Он просто снимался с своими помощниками, и у него там было 15 мальчиков в бассейне, и он это выкладывал в Государственную Думу, и в наглую совершенно говорил, ай, все нормально, какие проблемы. У Соловьева, главного пропагандиста на российском телевидении, сын гей, и дочка там тоже, в общем, не совсем так. И сколько угодно таких примеров. Но, естественно, значит, отвезти от тебя и дать затравку вот своре такой большой массе, значит, ату их, да, вот гавкайте на них, а не на меня. Редактор субтитров А.Семкин